Привет, друзья! Меня зовут Таня, ОСОМОСО. Вы меня спрашиваете все время, как сделать шею подвижную, кнующуюся шею, жирафиком, ламам, другим животным или не шеей. И я подумала, что раз вы спрашиваете, вам интересно, значит, надо сделать видео и дальше вы сейчас узнаете, как это все происходит, как вам самим научиться делать то же самое. Чтобы сделать шираф в подвижную шею, нам нужно дойти до вот такой заготовки. Сейчас я сперва начну с нее, как сделать ее. Значит, видите, у меня уже она готова и шея будет входить вот этим шарниром внутри головы, а вот этим шарниром, возможно, захватит еще часть, вот сюда в туловище. Значит, что мы делаем? Первым делом нужно взять пластиковый скелет. Вот у меня такой пластиковый скелет. Он гнется, он очень прочный. И его хватит на миллион лет жизни вашей игрушки. В общем, он вечный. Я прикидываю ссылку, где я такой покупаю в Москве. И мы должны отменить нужную нам длину. Вот первый шарнир, он входит в голову игрушки. Поэтому мы его не считаем. То есть мы его считаем, что он есть. Дальше у нас должна быть какая-то длина. И я просто, я почти все на глаз делаю, я просто прикладываю туловище и смотрю, какой длины должна быть эта шея. Ну вот примерно вот так вот. Примерно вот досюда будет сама шея. И ниже, на примерно один-два шарнира, мне нужно, чтобы шея входила в туловище. Поэтому я, значит, посчитала вот этот шарнир до сюда. Вот эта сама длина шеи, да. И где-то два шарнира вниз у нас уйдет в туловище. И здесь мы откусываем, ну как откусываем, отламываем. Вот здесь вот, просто отламываем с таким вот звуком. Значит наш скелет. Вот. Потом, после того, как у нас есть длина скелета, мы знаем, что у нас первые и последние шарнирчики не будут участвовать в тканевой системе. Мы должны отрезать кусочки ткани, но я это уже сделала, потому что не хотела, чтобы видео было слишком длинным. Вот, в общем, как видите, у меня уже готова здесь заготовка. И что мы делаем дальше, сейчас расскажу. Нужно обязательно выпрямить скелетик, чтобы он, сейчас мы будем ему давать обмотку, чтобы он был толстеньким, да, это сейчас должен быть толстый. И поэтому он должен быть прямой. Потом у меня есть вот такая заготовка. Заготовка, это обычная влажная салфетка, новенькая, чистенькая и высушенная. Как я ее сделала, я взяла влажную салфетку, она же не влажная, она же сухая, и сделала разрезы. Значит, режу, 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 дохожу до края, останавливаюсь, переворачиваю и снова режу. Вот, и таким образом у нас получается лента. Беру эту ленту, беру мой любимый клей Санфилат, капаю капельку вот сюда, под первый шарнир, прикрепляю к ленту, скрываю клей, убираю клей, но он еще на пице. И начинаю вот так обматывать скелет, просто по спирали. Значит, обматываю, обматываю, и здесь, где вы хотите сделать шею более толстой или более тонкой, вы можете регулировать, каким образом вы наматываете, да, потолще, потоньше. В общем, плюс-минус должно быть равномерно, внизу потолще, наверху потоньше. Ну, все, представляете, все шеи, жирафов. Вот, в общем, намотали. И чтобы закрепить, я опять беру клей, капаю, ну, допустим, вот сюда, и прижимаю. Все, замечательно. У нас готово, мы практически все сделали, практически вся работа у нас закончена. Вот, прекрасная шея. Что мы делаем дальше? Дальше, вот у меня есть уже иголка с ниткой. И что я делаю? Я беру это вверх, это вниз. Здесь меньшее расстояние, здесь большее расстояние. И сейчас будем закреплять, закреплять одно к другому. Нитка закрепилась. Дальше, я не знаю, как это писать, просто смотрите, что я делаю, да. Я делаю вот так, в кулиску, да. И эту кулиску мы прилаживаем под первый шарнир. И закрепляем. Здесь можно особо... Ой. Просто вот здесь вот один раз закрепить, а вокруг проходиться не надо. Так, выпрямляем обратно шею. Значит, смотрим. Чтобы это аккуратно смотрелось, мы берем и заворачиваем края ткани немножко вовнутрь. И дальше просто скрытым потайным швом мы будем сшивать шею. Это... Замет какое-то время я перемотаю. Вот мы дошли до конца, да, до края, до нижнего нашей шеи. Я закрепила здесь нитку. И что мы будем делать теперь? Ну вот мне не очень удобно закреплять шею снизу. Я обычно сперва прикрепляю голову, поэтому я просто сейчас сделаю здесь пару узелочков. И эту нитку обрежу. Теперь, берем голову, берем нитку. Она еще длинная, поэтому опять закреплю ее на узелок и буду ей же пользоваться. И сейчас пришло время соединить шею и голову. Вот нужно не забыть, где у шеи был шов. Вот он шов. Значит, мы на 108 градусов поворачиваем. Это будет сзади. Пинцевая сторона должна быть покрасивее. И примеряем плюс-минус, где должна голова и шея соединяться. Ну, я предполагаю, что где-то здесь. Как я их соединяю, я беру ножницы. Нет, видите, крепоненькие ножницы. Делаю здесь маленький надрез, потому что это ткань, которая прекрасно рвется. Как только там появляется разрез, разрез должен быть маленький. Вот можно его расширить таким хирургическим способом. Вот, и теперь мы вставляем шею в голову. Ну, в общем-то, готово. Вы можете представить, что все. Все работает, все гнется, все вертится. Стало столько соединить. Это очень просто. Вот, и мы берем и аккуратненько пришиваем в место нашего соединения сшиваем. Можно пройтись два раза. Если вы не уверены, что нитку выдержит, да, если вы будете участвовать, игрушка играть, много крутить голову, то, возможно, стоит пройтись два, может, аж три раза. Имеет сделать несколько кругов. Вот я обычно делаю где-то два круга. Пришиваю, пришиваю. Все, я предполагаю, что здесь мне хватит шить. Я просто закреплю нитку и обрежу ее. Точно так же я обычно закрепляю на два узла, которые отпускаются по соседству. И выпускаю нитку где-нибудь здесь сбоку. Влезаю. Вот. Это у нас голова и шея. Они уже готовы. Значит, что теперь я должна сделать? Теперь я должна вот эту заготовку соединить с туловищем. Это туловище. В туловище уже насыпан стеклянный гранулят. Получается, что точно такой мешочек. Внизу у нас стеклянный гранулят. Наверху будет синтепон вводить. Вот. И чтобы игрушка держала баланс, не падала. Нужно, чтобы набивка была не очень плотной. Потому что, если будет такой плотный мешок, то у нас игрушки не будут как бы садиться. И будет не очень-очень. И что я делаю? Я вставляю шею с головой в туловище. Да? Вот так вот надеваю, как носочек, туловище. И здесь мы берем пинцет. Берем набивку. Просто мой ребенок плачет. Она с бабушкой. Поэтому я могу спокойно записывать вам видео дальше. Ну, в общем, вы увидели, что я сделала. Я начала вокруг шеи набивать туловище. Если бы я набивку сперва заложила в туловище, а потом вставила шею с головой, то, скорее всего, я бы ошиблась. И... Ну, в смысле, я бы даже не ошиблась была. Просто этой набивке... Она такая... Она бы выталкивала шею обратно. В общем, я вокруг шеи обкладываю синтепон. И когда я довольна... Видите, у меня не самая плотная обивка. Когда я довольна, я заканчиваю и начинаю зашивать. У меня уже есть узелок на конце нитки, поэтому ничего никуда не выскакивает. Здесь тоже нужно край чуть-чуть загнуть. И точно таким же швом, потайным швом, мы сшиваем шею. Вот как наверху, так и внизу. Вы можете сделать один-два круга. Надо делать аккуратно, чтобы соблюдать симметрию. Потому что мы шьем исключительно на глаз. Здесь никаких меток нет. Ничего не видно. И если вы ошибетесь, приятно все это распарывать. Это очень неприятно. Так что сразу нужно аккуратненько, симметрично пришивать шею к телу. Вот на этом этапе, когда у нас еще есть отверстие, если нужно, мы можем взять синтепон и добавить, подпихнуть. Ну, не нужно, я просто показываю, что это можно сделать. Даже получился такой симпатичный бугорок. Я, наверное, здесь остановлюсь и закреплю свою нитку. Ну, поумеется, это не все. И чтобы крошка была аккуратная, нужно вычислить швы. Я беру шила и начинаю поднимать ворс вокруг швов. Это моя самая нелюбимая часть. Кто видел мои предыдущие видео, тот знает, что я очень люблю это делать, потому что это такая кропотливая, долгая работа. Ты сидишь и вычесываешь, вычесываешь, эти швы, они не кончаются, потом ты замечаешь, что какие-то ворсинки, они еще не подняты, их нужно поднимать, их нужно проходить, в общем, по этим швам несколько раз. Но это то, что делает швы незаметными, то, что делает работу аккуратной, куклу более реалистичной. Поэтому необходимо не лениться, а очень внимательно вычесывать швы. Я обычно их вычесываю, потом откладываю игрушку, у меня глаза отдыхают, и душа тоже отдыхает немножко от этой работы. Я их вычесываю еще разок, потому что за один раз обычно все нельзя увидеть. Вы можете видеть, что я не совсем ровно шов расположила, этот шов ровно получился, этот шов сбоку. Но поскольку здесь такая ткань, что если качественно вычесывать шов, то вообще его виду не будет, то я и не буду сейчас на этом, ну, как-то обращать внимание и переделывать работу, потому что и так незаметно. Вот, шею, конечно, что-то надо вычесывать. В принципе, я бы вычесывала сейчас все, но обычно я все же доделываю до конца, все же делаю, потому что у меня у жирафа еще будет хвост, который тоже текстильный. И вот когда я пришила бы хвост, тогда бы я только вычесываю швы. Но я вам хочу показать, как это должно аккуратно выглядеть, поэтому мы делаем это сейчас. Мы поднимаем последние шовчики здесь. Ну, конечно, по шее можно еще распрости, и так далее. Я просто вам так покажу экспресс-почесывание. Как вы видите, теперь жираф немножко инвалид, но в целом он уже готов к жизни. Он может поворачивать голову, она остается на месте. Вы можете делать вот так, например. Вот, когда у меня раньше игрубки были из скалпи, из полинальной глины, конечно, за голову нельзя было хватать, и гнуть шею можно было только непосредственно за шею. А сейчас можно за что угодно. В зависимости от длины, вы можете придавать этой шее разные интересные положения. Вот как-то так. Вот и все. Спасибо большое, что посмотрели. Я надеюсь, было полезно, интересно, что вы уже полайкали, подписались, включили колокольчик, все такое. Всем пока. Я что-нибудь сейчас запишу и покажу вам. Субтитры сделал DimaTorzok